Все началось с того, что я стал счастливым обладателем вот таких нержавеющих прутков. Диаметр каждого 10 миллиметров практически. С обеих сторон имеется резьба М4. Отрежу отрезок длиной 54-55 миллиметров. И хотел бы произвести рез с помощью ножовки, да не могу. Ну, нержавейку ножовкой резать крайне тяжело. Я обанкрочусь на ножовочных полотнах. Вот это поворот! Оказалось, ватунь. А с какой пеной у рта мне доказывал бывший владелец, что это нержавейка шлифованная? Идеально ровная оказалась латунь. Судя по всему, никелированная или хромированная, в принципе, не важно. Обработаем торцы. Сразу же сверлю и нарезаю резьбу М4. Вот такая латунная деталь. Далее предстоит выточить две алюминиевые шайбы. Из вот такого кусочка кругляка. Пожалуй, я займусь. Склеиваем все детали в единое целое с помощью эпоксидного клея. Клей в обязательном порядке наношу и непосредственно на плоскость шайбы. Поскольку алюминий, следующая деталь будет латунная. Латунь и алюминий металлы несовместимы. Поэтому желательно их изолировать друг от друга. Зажал полученную штукенцию между центрами. С этой стороны вращающийся центр. С этой стороны нет. Обточим до единого диаметра. Что-то я с ростеклом не угадал. С диаметром. Ой, как неловко получилось. После суток был уставший. Благополучно обточил. Теперь полировка. Разными шкурками буду работать. 100, 120, 150, 180, 200, 320 и так далее. Дабы получить глянцевую поверхность. Финишную полировку провожу с помощью простой тряпчаной салфетки. Никаких паст не использую. Вот так выглядит ручка при более близком рассмотрении. До зеркального блеска я не полировал. Пока что может быть в конце это сделаю. Изготовлю так называемую клипсу. В качестве материала вот такая полосочка стали. С отверстиями. Для начала подровняю. И затем выгравирую надпись. Для красоты. Закрепил заготовку на жертвенном столике. И постепенно фрезерую. Эта сталь сильно быстро фрезеровать не получится. Не хватает жесткости и так далее. Мой станок больше под цветным металлом, дереву, пластику и так далее. В общем часа 2-3 свободного времени у меня есть. Чтобы не терять это время. Изготовлю последнюю деталь нашего устройства. Нашего инструмента. Нашей самоделки. Изготавливать буду из D16D. Эх, люблю я этот металл все-таки. И полируется классно. И обрабатывается отлично. Если бы еще паялся, вообще цены бы не было. Нет в мире совершенства. Нету. Бол Успешно. Вот так выглядит деталь после фрезеровки. Отрежем лишнее и загнем как нужно. Отрежем лишнее. Вот такая клипса получилась. Для того, чтобы выделить надпись, разогреем и покроем маслом. Таким образом, здесь будет черным, а потом наждачкой снимем. Лучше было бы использовать, конечно же, средства для воронения стали. Но у меня пока его нет. Нужно будет, к слову, приобрести. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Осталось установить засекреченный во всех странах, кроме Африки, стержень. Здесь имеется резьба. Но резьба нестандартная. Сильно мелкий шаг. Такого метчика у меня нет. Поэтому устанавливать будем с помощью клея. Протестируем нашу вечную ручку. И еще раз. Так же успешно пишет она и по дереву. Алюминий. Вообще стоит признать, что по контрастности и, так сказать, стилю написания наша ручка ближе к карандашу средней твердости. Тем не менее, близость к карандашу вовсе не говорит о том, что это не может быть ручкой. Само собой разумеется. Вполне отчетливо видно. И писать вполне комфортно. Буквально пару слов о самом наконечнике. Что это такое, я, честно вам признаться, хрен его знает. Точно не графит. Больше похоже на алюминий. Приобрел я его чисто случайно. В интернете наткнулся. Написано «Вечный грифель». Как-то так, по-моему, называется. Я у продавца, разумеется, начал расспрашивать, что за материал. Он говорит «Секрет». Видимо, для того, чтобы не украли идею. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кстати, на канал мой в инстаграме. Точнее, на мою страницу. Там публикуются, так сказать, анонсы будущих видосов. Жму руку, но посран. Пока.